Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на предпоследней торговой сессии этой недели. Сегодня у нас очень важный день, поскольку на повестке заседания Европейского Центрального Банка, где мы будем с вами следить и анализировать действующие параметры денежно-кредитного регулирования, посмотрим, что произойдет со ставками. И очень важным будет, конечно же, после этого пресс-конференция руководства Европейского Центрального Банка Марио Драке, поскольку ему придется держать ответ за будущую перспективу вообще вектора монетарного развития. Сказать ли, что это событие номер один для рынка? Ну, хотелось бы, но с другой стороны, мы с вами уже неоднократно обжигались на факте избыточных ожиданий. Хочется верить в то, что сегодня Евро будет адекватно реагировать на тот новостной фонд, который последует. Хочется верить в то, что волатильность будет соответствующей, и хочется верить в то, что эта волатильность создаст нам массу возможностей, чтобы заработать. Ну, меньше, конечно же, что хотелось бы наблюдать, это какое-то отсутствие выраженной динамики, либо неопределенность, либо повторение тех парадоксов, которые мы наблюдали вчера, к примеру, по канадской валюте против доллара. Об этом мы, безусловно, поговорим подробнее. Сегодня, как и всегда, мы пробежимся по основным валютным парам. Давайте и товарному сырью не будем нарушать нашего классического сценария. Мы с вами обычно стартуем с нефти, поэтому сегодня сделаем это, собственно, поступим точно так же. В частности, бренд клоус вчерашнего дня 52,55, сейчас актив торгуется на отметке 53,27. Здесь локальный максимум за последние 15 месяцев. Мы помним то, что на прошлой неделе, в понедельник, после того, как президент России Владимир Путин сообщил о том, что Россия в целом готова поддержать договоренности по ограничению добычи и, собственно, озвучить такую позицию уже на венской встрече. Рынок также отреагировал ралли, стремительный бычий динамик и добрался до локального хая, который был сфиксирован практически на текущих значениях. Сейчас бренд немножко отступил, потому что все-таки важность этого сопротивления совершенно очевидна. Трейдеры и участники рынка, которые следят за рынком энергоресурсов и за поведением бренда и WTI, прекрасно понимают, что если актив прорвется выше, скорее всего, у него будут уже совершенно другие горизонты более серьезного укрепления. Но вот фундаментальные, скажем, основания, которые присутствуют, они пока еще выступают фактором, который сдерживает состоятельность этого ралли. И для тех участников рынка, которые подходят к оценке ситуации на рынке энергоресурсов, именно с осознанием того, что фундамент, он по-прежнему не дает оснований для того, чтобы объяснить вот это на состоятельности бычьей динамики, верит в то, что все-таки 54 мы не увидим и при поступлении какой-либо фундаментальной поддержки все-таки будет разворот. Если говорить про вчерашнюю торговую сессию, на рынке было два серьезных триггера, которые поспособствовали росту. Во-первых, это комментарии со стороны министра нефти Саудовской Аравии о том, что предстоящие инициативы, договоренности будут поддержаны не только странами ОПЕК, но и странами, которые не имеют членства в этой ближневосточной организации. Ну, здесь явно был сделан намек, прежде всего, на Россию, которая уже высказалась на прошлой неделе, что готова поддержать любые положения, предполагающие ограничения добычи, тем самым стабилизации ситуации на рынке энергоресурсов. Мы слышали это и в каком-то ключе и две недели назад, и по факту прошедшей встречи в Стамбуле, и в Алжире, и каждый раз комментарии, которые не имеют ничего общего с фактическими реальными действиями, провоцируют такой интерес к этому активу. Вчера, вчерашний день, и высказывания со стороны министра Саудовской Аравии не стали исключением. Было повторено то, что мы слышали, знали, и рынок снова отреагировал так, как мы, собственно, это могли наблюдать. Еще одним фактором поддержки выступила статистика по запасам нефти США по данным Минэнерго. Это данные, которые вышли вчера в 17.30 по московскому времени, следом за отчетом Американского института нефти, и по факту запасы снизились на 5,2 миллиона против прошлого роста на 4,9. Мы отмечали то, что рынок крайне чувствительен сейчас к статистике, которая касается ситуации, опять же, в рамках энергетической конъюнктуры, и, собственно, эта статистика не стала исключением. Отчет, который указал на сокращение запасов, был тут же отыгран через положительное, позитивное ралли и большую динамику, которую мы, собственно, наблюдали. Из важных отчетов, которые остались в рамках этой недели, у нас только Беккер Хармс, количество нефтяных платформ, терминалов. Здесь уже даже не нужно сомневаться в том, что, исходя из таких высоких цен на нефть, разумеется, сланцевые производители будут с большей охотой возвращаться в большой бизнес нефтяной, и мы сможем получить еще одно подтверждение увеличения количества платформ уже за 432 штуки. Сколько будет прирост? 4-5 не имеет значения. Главное, у нас есть тенденция и понимание того, что рост платформ должен привести к увеличению и объемов добычи. Тем более, что я вчера на брифинге делал акцент на то, что Саудовская Аравия даже подчеркнула тот, скажем, такой нюанс, что при сохранении подобных трендов 30 ноября весь ОПЕК миллион раз подумает, прежде чем начать реально сокращать объемы производства. Потому что США наступает буквально на пятки, и сокращение собственного производства, это равносильно будет уходу с рынка, точнее даже отдачи доли на откуп тем потенциальным регионам, которые могут увеличить добычу, которые готовы продолжать экспансию на рынке энергоресурсов. То есть, если ОПЕК через отдельно взятых представителей все-таки откажется от определенной доли производства, я думаю, что это место будет очень легко замещено другими игроками, и ОПЕК это прекрасно понимает. Надеюсь, то, что 30 ноября обойдется без сюрпризов, очень я полагаю на то, что логика восторжествует, и мы наконец-таки сможем уже отойти от этих спекуляций по поводу настроенческого характера и подкрепить свою позицию того, что рынку нефти позиционно, долгосрочно не начнет расти. И любой день, любая торговая сессия может быть как раз потенциалом разворота и разбитием того коррекционного движения, на которое мы с вами настраиваемся. Поскольку восстановление цен на нефть вчера было очевидным, рубль также припился, 62.27 сейчас котировки на премаркете, 62.27 поддержка держится, пока не переживаем, не паникуем, потому что это для нас такой сакральный рубеж. Он может быть подвергнут тестированию, но вряд ли пара закрепится ниже, потому что мы уже неоднократно говорили, что есть лисообразность даже через фактические действия со стороны российского центрального банка удерживать это значение. Я думаю, что этот рубеж выстоит и мы, собственно, при возобновлении снижения цен на нефть снова быстро уйдем выше 63. Европейская валюта против доллара сейчас котируется на отметке 1.0962. Евро сейчас в явном замешательстве, прекрасно понимает то, что сегодня крайне насыщенная торговая сессия, поскольку у нас в 14.45 ЕЦБ опубликует ставки по процентам и ставка по депозитам, в 15.30, то есть спустя 45 минут после этого, нас ждет пресс-конференция от Драги, и это, пожалуй, главнейший новостной фонд, который будет оказывать влияние на динамику не только валютных активов, но и фондовых рынков тоже, потому что потенциально есть возможность услышать намеки на дополнительное стимулирование, пусть и в будущем, пусть и посредством разных механизмов, но это, разумеется, позитивный фактор для фондовых рынков и негативный для валюты, где эти стимулы того региона, где эти стимулы задействуются. В данном случае речь идет о евро. Какие мы можем строить ожидания по факту от предстоящего фундаментально насыщенного заседания и тех решений, которые мы можем услышать? Конечно же, ставки останутся на прежнем уровне, оснований для их коррекции пока что нет. Куда больше интереса вызовет выступление Драги, потому что, помимо того, что Драги обрисует перспективы денежно-кредитной политики, разумеется, ему придется отвечать на множество каверзных вопросов. Конечно же, учитывая авторитет и красноречие Драги, мы прекрасно знаем то, что он будет невозмутим, сохранять спокойствие и не позволит себе прородить какое-то ненужное слово, которое может только повысить волатильность и панические настроения на рынке. Но все-таки вероятность этого присутствует. Даже если Драги просто отметит то, что действующих стимулов и текущая программа количественного смягчения в размере 80 миллиардов евро, это то, что оказывает оздоравливающее воздействие на экономику. И если Драги еще снова используют такую фразу, клише о том, что при необходимости могут быть задействованы дополнительные инструменты экономического стимулирования, то, скорее всего, участники рынка воспримут подобные комментарии как проявление мягкой риторики и намеков на определенные изменения в будущем. Потенциально это может стать фактором давления на европейскую валюту. Поэтому сегодня, вплоть до заседания ЕЦБ и по факту первых решений, мы сможем даже добраться до поддержки 1.09.50, может быть, оказаться еще ниже. Но вот что касается фактических действий, то если они и будут анонсированы, то, скорее всего, не раньше декабрьского заседания. Под фактическими действиями, которые я еще допускаю к концу этого года, это продление программы количественного смягчения на полгода. То есть, с марта, получается, по сентябрь 2017 года. Но об этом решение может быть озвучено только, соответственно, в декабре. Поэтому сегодня я предлагаю поторговать посредством снижения пары евро-доллар до отметки 1.09.40-1.09.50, а тут уже попробовать купить пару с возможностью возвращения, ну, хотя бы в район 1.10.50. На сегодняшнюю торговую сессию и под конец недели, я думаю, что такого подхода к трейдингу по евро будет достаточно. А на следующей неделе, в понедельник, мы с вами вернемся еще раз к оценке общего фундамента и посмотрим, как торговать парой дальше. Фунт против американца сейчас торгуется на отметке 1.22.66. Фунт не может пробиться выше сопротивления 1.23, пока ему это не удается сделать, даже несмотря на фундаментальную поддержку. Вчера, собственно, фунт поддержали данные по рынку труда. В частности, если говорить про статистику, уровень безработицы остался на 8-летнем минимуме 4.9%. Количество заявок на пособие по безработице оказалось всего лишь 700, против ожидаемого прогноза роста на 7.1 тысячу. Средние зарплаты выросли до 2.3%, на 2.3%. Это позитивные данные, которые подкрепили интерес к фунту, но точно не смогли, скажем, сместить с основного фокуса трейдеров в больший такой стратегический, тактический негатив, который имеет место быть по факту Брекзита, последствий, отсутствие доступа к единому европейскому рынку, непонятный политический курс, который сейчас выбирается в качестве лобби Терезы Мэй, риски роста инфляции, кстати, прирост заработных плат также подтверждает это, снижение потребительской активности, пересмотр экономического роста. В общем, это то, что является долгосрочным триггером для слабости. Поэтому, даже несмотря на локальную поддержку макроэкономических данных, я настоятельно не рекомендую заходить в длинные позиции по фунту, потому что потенциально фунт будет оставаться под давлением. Мы с вами проводили параллели с будущими показателями торгового баланса, понимали, что сальдо можно привести в соответствие с требованиями только при условии девальвации национальной валюты. Мы с вами подкрепляли нашу позицию прогнозами от инвестиционных банков, и эти прогнозы, опять же, свидетельствовали о том, что фунт еще остается крайне дорогой валютой, даже несмотря на ту слабость, которую мы увидели. Поэтому может просесть еще, а серьезнее, не меньше, чем на 500-700 пунктов. Поэтому наша цель, как и ранее, остается как минимум значение 1.18. Собственно, ждем тестирования этой поддержки. Доллар японская иена провалилась практически до уровня 103 с небольшим. Сейчас мы видим то, что американец против иены быстро набирает обороты и, соответственно, компенсирует ранее утраченные пункты. Причина полученного спроса на доллар сейчас, я надеюсь, что это адекватная реакция, которая хоть и пришла, но с опозданием на последний отчет по индексу потребительских цен, который поднял вероятность ужесточения монетарной политики. Вчера вышли данные по рынку недвижимости, начатые строительства просели на 8 с небольшим процентов. Соответственно, если, опять же, дальше, глубже копать рынок недвижимости, то параллельно с этим отчетом был еще опубликован релиз по выданным разрешениям на строительство. И здесь компенсирующее воздействие, потому что прирост, опять же, разрешений составил больше 6%. То есть мы можем рассчитывать на то, что через квартал, опять же, эти разрешения будут конвертированы в фактически начатую стройку, что снова поддержит американский рынок недвижимости. Смотрим параллельно еще из-за ситуации на рынке доходности американских трежерис. И если в начале недели доходность снижалась, то буквально вот с вчерашнего вечера мы видим, как она снова уползла вверх, что оказывает дополнительную поддержку доллару. Сегодня у нас заявки на пособие по безработице в США. Я не сомнимаюсь в том, что у нас будет 85-я неделя подряд пребывание отчета ниже 300 тысяч. И мы снова будем говорить о продолжении самого прогрессирующего тренда по состоянию этого сектора американской экономики за последние 40 с небольшим лет. Надеюсь, что эта статистика окажет дополнительную поддержку доллару и сможет поспособствовать тому, чтобы пара USDCAD вернулась в район 104 снова. Очень дополнительное внимание и с особым интересом хотел обсудить ситуацию, которая сложилась вчера по паре USDCAD, потому что такого парадоксального движения я не наблюдал очень давно. Почему? Потому что по факту опубликованных протоколов и ставки мы увидели повышенный спрос на канадскую валюту, даже несмотря на то, что эти протоколы были исключительно мягкими. А вот когда вышел отчет по запасам нефти в США, который, собственно, и стал причиной роста и продолжение бычьего ралли на рынке энергии сурсов, вместо того, чтобы увидеть укрепление канадца, мы увидели такое же резкое ослабление, как и рост, который был замечен буквально за час до этого. Если разобрать, опять же, Банк Канады и что мы услышали, ставка на прежнем уровне 0,5%, но вот почему я сделал акцент на то, что комментарии были исключительно мягкими. Судите сами. Банк Канады пересмотрел прогнозы экономического роста до конца 2016 года с 1,3 до 1,1, снизил прогнозы восстановления на 2017-2018 год, объяснив это катастрофическим, удручающим состоянием торгового баланса, резким сокращением экспорта из-за снижения конкретноспособности и спроса. Отметил то, что, опять же, те изменения, которые произошли в жилищном секторе в последнее время, именно повышение страхового покрытия и ипотеки, могут стоить экономики Канады не меньше, чем 0,3% по восстановлению до конца 2018 года. И все это, опять же, вкупе с низкими инфляционными ожиданиями, позволяет рассчитывать на то, что Банк Канады может быть уже к концу 2016 года снова снизить процентную ставку, еще как минимум на 0,1%. Сверхмягкие комментарии, которые должны были оставить Канадцу вообще ни шанса и отправить пару из деканта даже выше 31,32,50. Но вместо этого мы увидели тотальное укрепление Канадца до отметки 1,30. Хорошо то, что сейчас пара растет, то есть Канадец девальвируется, пусть и с опозданием, но, по крайней мере, логика приходит к, точнее, находит свою логическую, за тавтологию, простите, реализацию, в частности, в динамике этой валютной пары. И я надеюсь, что мы можем, опять же, резонировать от того, что услышали вчера от Банка Канады и ставить на то, что USDCAD снова доберется до нашей очередной цели, которая должна быть намечена сейчас на уже излюбленной для нас планке сопротивления 1,33. Это, соответственно, наша среднесрочная цель. Из важных событий сегодняшнего дня в 1,30 у нас роничные продажи по Англии. Смотрим за цифрами. Не будем сейчас строить избыточных ожиданий по поводу того, что очередной сильный отчет станет поддержкой для фунта и поспособствует росту выше отметки 1,23. Я считаю, что все-таки всему должен приходить свой конец и даже позитивным данным. Поэтому больше склоняюсь к пользу того, что текущая коррекция, которую мы наблюдаем на азиатскости, здесь это не просто попытка добраться до поддержки, к примеру, 1,2950, а потом сыграть на повышение. Я надеюсь, что это развитие, опять же, того понижательного тренда, продолжение, которое было заложено еще три недели назад. В 14.45 ставка по депозитам, процентная ставка ВИЦБ, в 15.30 пресс-конференция Драги, и в 15.30 также выйдет параллельный еще отчет по заявкам на пособие по безработице. Кодовое слово на сегодня – парадокс. Величина бонуса, который будет действовать до следующего брифинга, то есть до завтрашнего утра до 9.30 – это 16%. Поэтому, разумеется, рекомендую воспользоваться им, поскольку он реально повышает покупательку способностей ваших депозитов и позволяет отчасти обезопасить всех трейдеров от той волатильности, которая может на рынке возрасти. То, что сегодня мы будем наблюдать именно это – это 100%, потому что сегодня у нас очень насыщенный макроэкономический день по содержанию, собственно, экономического календаря. На этом все. Если есть вопросы, вы можете задавать их на нашем канале на YouTube, оставляйте все ваши пожелания, комментарии под видео окном, ну и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Поэтому остается пожелать исключительно попутного тренда, прибыльных разделок. Ну а увидимся мы с вами уже завтра в 9.30 по московскому времени. Всего доброго! До свидания!